Привет, ребятки! С вами Талян Жарпарком. Продолжаю серию роликов о том, как устроен плечной бизнес в России. Сегодня я нахожусь в городе Волжск. Это 60-тысячник на пересечении двух регионов Татарстан и Чуваша. Ну, давайте пойдем посмотрим, что за магазин. Он очень интересный, потому что это не только магазин пещей и домоходов, это еще и магазин монтажников. То есть вот здесь находится магазин, а вон там находится производство. Но, конечно же, туда на производство мы не пойдем. Сегодня у нас обзор магазина Загородный клуб Волжск. Ленина 60. О, сразу здесь Инстаграм указан. Карточки принимают, часы работы, все дела. Пойдемте смотреть. Магазин. Магазин известен тем, что здесь находится вот этот вот товарищ Максим, у которого есть Ютуб-канал. Многие его смотрят. Так что мы его сегодня тоже порасспрашиваем про ассортимент. Ну что ж, магазин делится на две части. Первая часть, вторая часть. Здесь отопиловка, там баня. Ну, в общем, очень интересный магазин. Ну, поехали смотреть, что здесь есть. Сразу же, сразу же... Что видим? Феру. Ну что, круто. Так, так как город небольшой, огромный ассортимент печей держать смысла нету, тем более дорогих печей. Поэтому все дорогие печи находятся в виде каталогов. А здесь представлены народные печи. Народный магазин с народными печами. Итак, поехали. Экокамин. Красота. Нелжа. Ферингер. И первые две печи отопительные, которые мы видим, они тоже интересны. Интересны они тем, что... Первое. Вот производитель это Пегас. Это молодой производитель. Здесь очень много производителя Пегас печей. То есть, вот обычно, когда я езжу по печным магазинам, я встречаю мало новых производителей, да? А тут вот делают ставку на новых производителей. И вот эта вот печь, теплынь, буржуйка. Ребята, это не простая ни разу печь. Я смотрю статистику по своему YouTube-каналу. Вот этой печи просмотров больше всего на моем канале уже не первый год это длится. Теплынь, известнейший бренд, с которым я люблю сотрудничать, кое-что там придумываем вместе, да? Это город Краснодар. Отличнейшая буржуйка. Можете посмотреть ролик, прям вбить буржуйка теплынь. Ладно, не будем заниматься саморекламой и рекламой отличного производителя. Хороший товар в рекламе не нуждается. Поехали смотреть дальше. Здесь, как обычно, вводится стенд, со всякой информацией для проверяющих органов. Здесь теплодар Русь, в уголке, где и самое место. Ермак. Красота. И второй производитель дымоходов, который представлен в магазине, это Стальмастер. Подсчет и респект этим ребятам. Дальше Ферингер. Пегас. Отличнейшая печь для вас. Грилд. Аврора. Маленькая. Для маленьких парных. И Везуи. Буржуйка со стеклом. Красивая. И замечательная. Вот до этого мы еще дойдем. Давайте посмотрим, что еще за печи есть. Покончим с печами. Сталевар 24. Для огромных парилок. Печь супернадежная. Прямо вот для простых людей, не буржуйских. Вот для тех, кто познал жизнь. Вот оно здесь все, что есть у теплыни. В ассортименте. Это печи из новой трубы. Блин, красота. Бак комфорт. Ферм. Отлично. Так. Еще пегас. Печа для вас. И куда же без комета Виги. И куда же без атмосферы. Настоящий чугун. Сетка. Ничего, все стильно. Все стильно. Пропар. Фаер Уэй. Уважаю, люблю этих. Ребят чугунщиков настоящих. Народный чугун делают. Так. Еще теплынь. А вот эта теплынь особенная, ребята. Все вы ее знаете по моим видеороликам из лаборатории Костромского Бондаря. Стоит у магистра Чуфария уже не один год. Вот фигачит так, что е-мое. Вообще просто из бани вылетаем нахрен. Как пару поддадим. Ведрышком. Так. Сибирь. Вот приятно увидеть печи Сибирь на пересечении двух регионов. Татарстан и Чуваши делают в Новосибирске. Чем отличнейшие печи для народа. А вот этой красотки я не видел. Даже прям не представляю, что это. Видел разные сетки. Прям толстая. Кто же делает такую красоту? Мои любимчики, Даймакс. Господи, ребята, привет. Я вас так люблю, ценю и уважаю. Молодцы, красивую сетку сделали. Хорошую. Разборную. Так. Немножко поюзанная, побитая молью и жизнью печь. Не знаю, кто производитель. С виду не узнаю. Но можете вы узнать и написать в комментариях. Но зато цена народная. Так. О! Еще одна печь. Вот с этими замечательными ушками. Которые я придумал, чтобы тепло передавалось на камни прямо отсюда. И пшшш. Вещь. Да, и мы как-то мимо прошли. Самые главные вещи. Для печей без закрытых каменок. ППС. Паровая пушка. Которая способна доставить воду в самые горячие места печи. И превратить ее в пар. Проходим мимо камней. Ну, по камням останавливаться не буду. Стандартные камни. Стандартный ассортимент. Ничего такого сверхъестественного нет. О! Это я даже стихами заговорил. Смотрим, что здесь еще. Еще один производитель дымоходов представлен здесь. Даймакс. Тоже хорошо. Но радует меня больше всего то, что здесь есть и крашеные черные дымоходы. Феррум. Потому что если печка черная, то и дымоход можно поставить черный. Отличнейший. И будет единый дизайн. Единый стиль внутри парной. Вот. Эмалированный черный. Тоже феррум. Так. Это что такое большой бак? Комфорт. Так. Что тут еще есть в магазине? Есть флама, есть нержавеечка, есть мастер флэш, терракотта. Тут все стандартное. То есть обычные светильники, сауны, банны, различные модули дымоходов. Пистолеты, монтажная пена, фольга. Вот это вот, то есть не фольга, а фольгированный скотч. О, проходные узлы фермовские, вентилируемые. А для тех, кто не хочет вентилируемые, есть базальтовая обрезь. Так. Вот это вот сразу видно то, что мы зашли в магазин с монтажником. Потому что здесь находятся различные там клямеры, саморезы и прочие дела. Потому что, ну, выглядят копеечно. Там 70 рублей. Не, блин, погоди. Не надо там это сейчас писать. 100 рублей за винтики! Мы живем в России. На этом остановимся, да? Дальше продолжать не буду. Так, копеечный товар. Но который нужен в больших количествах для отделки парной. Поэтому, те, кто соображает, привозят это все для дополнительных заработков. И это верно. Вот. Так. Тем более, напомню, мы находимся в городе Шестидесятитысячники. Здесь нет ни Леруа, Мерлен, ни Косторама. То есть, за всем надо бегать, ездить на строительные рынки. А здесь зашел, все взял и купил. Плитка. Посмотрите, есть натуральный камень и есть глиняный камень. То есть, то бишь, глина-терракон. Так. Даже вот есть гофра для самостоятельного изготовления паровых пушек. Шутка. Гофра здесь есть. Переходим. А, вон туда. Перейдем. Посмотрим, что здесь есть. Стоит здесь вот этот вот тандыр. Еще не распакованный. Привезли. Маты отличные. Керамические. Это вот все, что под заказ. Можно посмотреть, с какими компаниями сотрудничают. Феррингер, Изи Стим. Вейбер. Варвара. Экокамин. Русский пар. Так, Зота. Ну, в общем, НМК. В общем, все, что надо для жизни. О! Таймыр. ТМФ. Вот это я понимаю. Офигительная печь. Газовая. Закрытой каменькой. Так. Это у нас двери. Двери для бани как со стеклом, так и без стекла. Это похоже на Дорвуд. На трех петлях. Да, это Дорвуд, ребята. А вот это самостоятельное изготовление для бань отличнейших зеркал. Переходим чуть-чуть вот сюда. Можно приехать взять с собой масочку подарком. Пять штук. Что я и сделаю ежемного. Ладно, не буду так делать. Не надо. Такое не любят люди. Так. Это облицовки. Облицовки ребята сами выкладывают. Вот показывают образцы, как можно сделать облицовку, если, к примеру, выход у печи, он короче, чем, допустим, сруб. То есть, это утопленные такие вот вещи внутрь. Так, веники. Веники есть здесь липовые, дубовые. Кстати, вот такие кругленькие. Ну, то есть, профессиональные хорошие веники. Пам-пам-пам. А вот это вот всяческая деревяшечка, которую вы, ребят, кто занимается магазинами, не видели. Практически никто. Поэтому тут остановлюсь поподробнее, покажу, как это все выглядит. А где взять, я вам тоже скажу. То есть, ну, такое красивое качество. А где взять? Расскажет. Город Ишкарла. Компания сами. С-а-м-и. Да-да, все правильно. О-о-о, Ишкарла своим деревом славится. А обливнушки чьи? Тут несколько производителей, тоже есть и сами присутствуют, которые делают, например, вот шайки, ведро. Часть, как где-то мы раньше еще закупали, что-то, может быть, осталось из нескольких. Вот у нас сейчас некоторый микс. Но в большей степени, конечно, сами, да. Смотрите, по ценам бюджетно весьма, а в отличие от других бюджетных производителей, здесь прям вот очень сильная нержавейка. Обычно используют оцинковку, а сами используют нержавейку. Так что рекомендую коллеге поискать в интернете и заказать. Так, что здесь есть? Воск. Всячески. Ух. Короче, стикурила дофигища. И есть даже саудал для прохода там кровли. Ту-ту-ту-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Шапочки. И не краска. Это все бренд представлен живется. Разница, это подороже, это подешевле. Сейчас живется позвонит, мне скажут, отвердел подороже, подешевле. Это же живется! А это более бренд, более недорогой. Оу! Так, тикурила, прямо твердое масло с воском. Это прям глобальные парилки. Таким литражом. Обмывать, обвощивать, обмасливать. Ну и вот есть всяческие цвета, которые можно отколеровать живицу. Вот здесь вот стоит стенд с шапками. Я этих шапок производители не знаю, но по внешнему виду они мне нравятся. Ну, такие экзотические довольно. Ну, мне кажется, что это, не знаю, они из чего сделаны. Похоже на химозность какую-то. Ну, на недорогие шапки из-за химического волокна. Ну-ка, это что написано? Состав, материал, верха, шерсть 50, П-50, Петербург, Аммонд. Сейчас мы пойдем вон туда. Но это я уже не один пойду. Проводишь? Па-бам! Здесь будут парные модули, такие вот капсульного отеля в виде парных. Для того, чтобы можно было показать потенциальному клиенту, хочешь так сделаем, хочешь сяк сделаем. Рассказывай, что где, что кого. Всем привет, да. Толя, ну смотри, для чего вообще это было сделано? На самом деле, сейчас многие заказчики, покупатели или кто хочет сделать именно себе парную, у всех странный стереотип, что вот это все проходит только евровагонка липа, полок липа, либо осина и все на этом. Мы решили разбавить именно первую парилку, которую ты снимаешь, мы сделали в таком стиле, что классическая евровагонка с добавлением термо-вагонки. Слегка увеличив ненамного бюджет, можно получить хотя бы что-то более-менее интересное в своей парной и уже наслаждаться другим, грубо говоря, антуражем. Поэтому решили сделать самое основное, как ты уже говорил в своем предыдущих словах, что так как у нас город небольшой и достаток у населения тоже, соответственно, на уровне нашего региона, поэтому все хотят что-то интересное, кто-то, вернее, не хочет интересное, но при этом, соответственно, дорого не переплачивать. Да, люди-то здесь явно меньше денег зарабатывают, чем, к примеру, в Новосибирске. Ну, понятно, да, тем более мы не миллионник, а всего порядка 60-58 тысяч населений. Вот, здесь второй вариант, здесь он уже представлен, это просто микс мы решили сделать из нескольких видов профилей, он уже будет, соответственно, подороже, но в процессе еще доработки, возможно, сегодня мы претенем спеяться эту диодку установить, и она немножко заиграет по-другому. Здесь у нас термо-липо-штиль, термо-осина широкий профиль, узкий профиль, светлый, немножко можжевельника добавили. Соответственно, все еще встали такой, как бы, да, девочки, кстати, выкрашено уже масло-живица для бани-саун. Красота. То есть, текстуру даже у осины вроде бы до такого дерева, который практически нет. Это осина, такая красивая? Это осина, термо-осина, да. А, термо-осина, да. А, термо-осина, да, которая работает. Это термо-осина, да. Это узкий профиль термо-липо. Красота. Ну, подсветим, да, все равно подсветим, заиграет по-другому. Вот, это такой миксованный это. Если тот стиль, предыдущий, ну, как бы, уже готовая парилка, здесь все равно, как бы, в таком формате ни одну парилку не сделаешь, но максимально, как бы, показать некоторые профили. Третья парилка у нас будет сделана из ольхи, из термо-ольхи с гималайской солью. Вот. Ждем наших мастеров, когда они освободятся с объектов, чтобы, так скажем, добиться этот вопрос. А вот, кстати, и мастера. Покажем, что твои мастера делают. Да, это, так скажем, эксперимент, брашированная в данный момент, столешница из хвои, немножко обожженная, еще не покрыта, кстати, ничем, будет твердым воском покрываться. Почему? Потому что мой знакомый решил купить этот стол в стиле лофта, он, кстати, на станине из металлокаркаса сделал. О! Вот, он выходит на уличной веранде, поэтому мы максимально защитим от всех погодных условий, которые, возможно, будут, и надеемся, что он прослужит долго и правда. Это вообще нас первый экспериментальный просто стол, как бы решили сделать, собрать. Вдруг сказал, говорит, я заберу. Ну, посмотрим, что будет дальше. Может быть, мы вообще откроем у вас свое производство лофта столов. Еще одна вещь, которую сфотографировал и даже там выложил. Да, это большой привет теплатории Ильдусу в стиле. Да, экспериментировали. Один заказчик попросил интересные светильники, вспомнили своих коллег. Сделали из термоленты, светодиодной ленты, да, влагостойкой, термостойкой вот такой светильничек. Доработаем его еще немножко, пошлифуем, и будет таких два, в одну парилку мы установим заказчику. Он потому что такой приятный, интимный оттенок свет дает, да. Вниз и вверх. Да, поэтому как раз у человека тоже все в термовагонке сделано. Будет очень, ну, захотелось ему, да. Мы, соответственно, приветствуем эксперимент. А вот эти вот вещи твои или чужие? Вот это вещи толины стоят по-любому, как бы. А, ну это-то да. Вот, нет, лавочки, светильники, это, в этом углу, кстати, тоже планируем сделать парилку, но пока вот заставили бандарными изделиями, нет, тоже покупаем в Ашкарле. Ребята делают, в принципе, бюджетные, экономичные лавочки из наличника вообще, да. Поэтому для нашего населения цена очень приемлемая. Мне вот из всего вот этого, вот это нравится. Я просто знаю, что это такое, допустим, тебе с полоками неохота с дорогими мучиться. Взял вот такое кресло за две с половиной, поставил и кайфуешь. Ну или гости пришли, парная маленькая, вот поставил туда поближе к печке. Ну, в принципе, да. А это вы еще с липой работаете вот с такой вот? Да, вот как раз думаем, что в этом углу у нас в будущем будет образец парилки, тоже липы с лыком. Думаю, до Нового года мы добавим все это к себе, надеюсь. А там что-то загораживаешь? Ну, здесь я не загораживаю, здесь пока бедлам и хлам. Здесь у нас частичная творческая мастерская, какой-то... То есть вот эти вот панно? Да, панно собираем здесь. Ребята делают у нас небольшие бандарные изделия. И здесь будет у нас скоро тоже выставочный зал. Пока думаем, в каком формате он будет, но скоро будет. Поэтому пока здесь... Да это же самое интересное. Строительная свалка. Это не свалка, это самое интересное. Вот оно. Вот оно. Сам рубишь, собираешь? Нет, мы сразу заказываем, чтобы нам нарезали и все сделали. О, вот такая вот еще штука есть. Красота. А вот это что такое? Это, кстати, мы пока убрали, да. Это гибкий камень. Друг у меня делает производство. Это можно обшивать, значит, эти какого... Фасады зданий. Ага. То есть гибкий камень прям под кирпич и утепление сразу, и все. О, как. Так. А веников кто у тебя поставщик таких красивых? Ну, что-то мы заказываем у дубового веника, что-то берем у местных производителей в республике. То есть в зависимости от наличия и по скорости, что у нас быстрее приедет, что нам быстрее необходимо. Ну, и ищем, соответственно, хорошую входящую стоимость. Два коварных вопроса. Первый. Почему у тебя столько много производителей дымоходов? То есть у тебя Dimex, Firm, Stalmaster. Правильно? Ну, на самом деле, самый основной дымоход, который мы бонтируем на своих объектах, и даже, ну, в принципе, в продаже, у нас все равно фирма. Stalmaster тоже идет, но пока не то, чтобы так хотелось, но в меньшей степени. Dimex в основном у нас представлен для того, чтобы каждому человеку можно было дать сравнение, чем наполнил дымоход, сендвич, например, тот же самый, как сделан сам металл, из какого металла делается, мягкость металла, прочность металла, как швы, ну, то есть, скажем, производственные моменты, как выглядит дымоход, как его монтировать, что проще. Поэтому на данный момент у нас все-таки преобладает Firm, те, кто готовы заплатить, да, те, кто не готовы, берут Stalmaster чуть бюджетнее, ну, а Dimex у нас все-таки меньше представлен, мы больше на какие-то вытяжки Dimex у нас берут, ставят на газовые, например, комнаты, котельные, в частных домах. То есть, еще раз, Dimex это самый нижний ценовой уровень, так, потом у тебя идет Stalmaster подороже и идет Firm. Firm, и Firm, соответственно, с Super Low, так скажем, наполненным. Это который аустенитный крафт? Да, ну, только не сам крафт, а все-таки Firm, наполненный, соответственно, уже керамическим... Понял. А на монтажах ты сам что предпочитаешь стоять? У нас практически 85-90% по монтажам только Firm. Так, ладно, окей. Второй вопрос тоже такой тяжеловатый. Тяжеловатый. Вот у нас... Вот я езжу по магазинам и вижу, ну, скажем, печи, которые имеют максимальную представленность. То есть, такие почтенные, старинные производители. У тебя же ты делаешь акцент на новых производителей. С чем это связано? И вообще, как бы выгодно это продавать, невыгодно? То есть, производители, которые имеют меньшую представленность по России. Ну, первый момент. Например, если по той же самой теплыни говорить, есть хорошие рекомендации и по господину Анатолия. Потом есть рекомендации от ребят, которые испытывали их и тоже пробовали. Плюс в этом году, вернее, вначале мы... Сам менеджер у нас установил для себя в печь теплыни. То есть, в магазине, да? Да, и он как бы остался доволен. Мы, для заказчиков, внешний вид, плюс толщина металла, плюс при этом все стоимость. Это все так сложилось в такую картину, что и нам выгодно, и заказчику удобно. И при этом он остается доволен. Поэтому теплынь, я не могу сказать, что у нас там большая часть объема... Я говорю, про объем еще поговорим. А что касается Пегаса, это вообще самый новый производитель на печном рынке. Пегас мы взяли немного, буквально для выставки. С нашими партнерами мы выставили. Продаж пока еще тоже было немного. Но мы верим в торговую марку. Почему? Потому что у нее тоже по всем параметрам, которые разбираем. Плюс в этом году мы были на выставке в банифесте. Познакомились с руководителем, с представителями торговой марки Пегаса. Они так все красиво, в принципе, и достойно описали, что мы решили попробовать выставить. Но, кстати, например, если говорить про а-ля буржуйку, то буквально она за месяц сразу несколько моделей влетела. Или вот эта последняя осталась. Ты имеешь в виду теплой буржуйкой? Нет, пегасовская. Которая булерианоподобная. Да, да, да. То есть она буквально за месяц летела несколько моделей. Эта последняя осталась. А давно пегас зовет? Пегас. Если печи, это буквально месяца два. Как ты говоришь, буржуйоподобная. Буржуйяноподобная. Буржуйяноподобная. Которая гнотая трава. Ее мы вот три недели назад. И сразу же она практически вся ушла. Открой коммерческую тайну. Вот у тебя есть печи известных брендов. Там Ермак, Грилд, Атмосфера, Прометал. И есть печи менее, не то что не сказать известных, менее представленные в других магазинах. Вот сколько они составляют не в рублях, не в выручке, а в штуках в процентном соотношении. То есть если взять все продажи печей магазина за 100%, то сколько составляет процентов Пегас плюс Теплынь? Вот за последние два месяца. Ну, я наверное скажу не за последние два месяца. Давай я скажу. Ну, Пегаса-то два месяца как бы называется. Нет, ну как бы Теплынь-то еще было до этого. То есть Пегас пока все-таки, можно сказать, в процессе раскрутки. То есть все равно это очень маленький процент. Если сравнить вообще, если за последние три месяца из бюджетных и еще что-то, в бюджетные печки Теплынь, ну, процентов, наверное, 15, наверное, не занимает точно свою. То есть магазинам есть смысл заниматься? Даже не сильно раскрученными брендами в других магазинах? Конечно. Плюс маленькая реклама. Те, кто находятся рядом поближе, в Казани, в Чебоксарах, например, в Чувашии, могут Теплынь получить через нас по очень хорошей цене. Ага, да, то есть это еще коварный план. То есть, ну, я не знаю, представляете ли вы себе, как устроена продажа в этих двух регионах. Ну, кто представляет, тот он сразу кумекает. Кто нет, ну, там говорю, то есть вот есть бренды, которые широко известны, представлены, и они могут быть во всех магазинах. А когда у тебя бренд относительно новый, и ты находишься вот на пересечении двух регионов, то ты можешь еще и сам поставки и туда сделать, и сюда сделать. То есть прямо вот схватиться за кого-то и держаться, и еще быть мини-оптовиком. О как, я прав? Да, все, правильно. Ну что ж, все-то мы посмотрели. Ну, господа производители печей, обращайтесь, зал еще есть. Ну, а так, что, приезжайте, скупайте.